МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный спонсор команды. Открытое акционерное общество ТАИФНК. Производитель высококачественных моторных топлив. В программе «Видеоспорт» в ближайшие полчаса смотрите. Жаркие баталии на подтаявшем льду Челнинского ипподрома. Квалификации судьбы участника решили тридцитысячные доли секунды. Распор полетов. Самая громкая авария зимнего трекового сезона. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, в эфире программа «Видеоспорт». Неожиданно затянувшийся оттепель в конце февраля поставил вопрос о самой возможности проведения Кубка Салавата третьего этапа татарстанской зимней трековой серии в Набережных Челнах. Однако, несмотря на капризы погоды, праздник автоспорта в городе автомобилестроителей все-таки состоялся. Как обычно, в автомобильном спорте соревнования начинаются с квалификации, которая на сей раз имела весьма важное значение, ибо в таблицу 16 попадают только 16, а заявившихся-то 25. Скажем Евгению, ручка, но не хватило, вдумайтесь, всего 0,003 доли секунды, чтобы прорваться в основную серию заездов. И это при том, что трасса-то, мягко говоря, непредсказуемая, с сюрпризами. Все участники, которые не стартовали в первый день Кубка Салавата, не имели шансов сходу вкатиться. Сейчас поеду, попробую трассу, не знаю даже, какая трасса, конечно. С погодой, с погодой. На трассе вода, ямы, лужи. Айтар Нуреев в первый день выступил откровенно неудачно, заняв только 8 место. Но в утренней квалификации в классе «Объединенный» показал второе время, уступив лишь одноклубнику Олегу Жавронкову 0,4 секунды. Старт решает, наверное, на 80% в гонке. Кто первым стартанул, тот и уехал первым. Потому что два круга, соперники не успевают ничего сделать за два круга. Перед тем, как перейти к изложению событий в основной серии заездов, наверное, есть смысл напомнить, что Кубок Салавата 2016 – это третий этап Кубка Татарстана по зимним трековым гонкам. Первые два состоялись на автодроме в Усадах, и победу на них одержали, соответственно, Айтар Нуреев и Тимур Шагабуддин. Так что у Челнинской гонки есть предыстория. Ведущие пилоты выясняют взаимоотношения на трассе в нынешнем сезоне уже не в первый раз. Посмотрим, сумеют ли фавориты подтвердить свой статус на вот такой специфической трассе. В первом заезде неожиданностей не произошло. Уже после прохождения стартового виража убежали от всех остальных победителей двух предыдущих этапов Кубка Татарстана – Айдар Нуреев и Тимур Шагабуддин. Интригу заезда составила непрекращающаяся борьба за третью позицию, которую вели Айгиздин Мухаметов из Азнакаева и тверичанин Михаил Донченко. Никто не хотел уступать. Соперничество шло до самого клетчатого флага. Чтобы настичь своего оппонента, Донченко не хватило совсем чуть-чуть. В итоге Нуреев первый, Шагабуддинов второй, Дин Мухаметов третий. По сложившейся традиции каждый заезд на Кубке Салавата посвящается какому-то лицу или организации, внесшим вклад в развитие автомобильного спорта в республике. И вот мы видим, что первый заезд посвящен первому президенту Татарстана, и победитель заезда Айдар Нуреев получает в честь этого специальный кубок. Интересно складывалась ситуация во втором заезде. Кирилл Плехов из Ижевска продемонстрировал скоростные возможности своего авто, выехав в лидеры из первого виража. Олег Жавронков довольствовался позицией номер два, и только за третью на высочайшей скорости напрямой соперничали Тимирзянов и Шагабуддинов. В результате в этой битве Тимуров преуспел пилот спортивного клуба «Намус», а Шагабуддинов вскоре пропустил вперед еще и Руслана Напикова. Развязка наступила в последнем вираже. Кирилла Плехова вынесла на наружную часть дорожки, этим умело воспользовался Олег Жавронков. Финишную черту оба автомобиля пересекли почти одновременно, но нижнекамский пилот все-таки опередил соперника на три сотые секунды. Тимур Тимирзянов финишировал третьим. Олег Жавронков получил приз за победу в заезде, посвященном Джаудату Минахметову и спортивному клубу «Чингисхан». В третьем заезде вопрос о победителе не стоял. Тимур Тимирзянов стартовал столь мощно, что практически не оставил соперникам никаких шансов. На выходе из первого виража схлестнулись автомобили Владимира Николаева из Самары и Натальи Гольцовой из Ижевска. В результате оба вынуждены были сойти с дистанции и зачетных очков не получили. Айдар Нуреев пересек финишный створ вторым, ну а победителем заезда в честь 90-летия спортивного общества «Динамо» стал Тимур Тимирзянов. В четвертом заезде Кирилл Плехов однозначно выиграл старт. Айгиздин Мухаметов получил предупреждение за опасную езду в первом вираже. Олег Жавронков поначалу оказался только третьим. Но несмотря на укороченную дистанцию заезда, которая составляет всего два круга, нижнекамский пилот успел сделать, казалось, невероятное. Вначале он переиграл Михаила Загуменного, а затем решительно отобрал лидерство у Кирилла Плехова. Вот это напористость! Вот это воля к победе! Михаил Загуменов попытался, используя силовой прием, прорваться на вторую позицию, но, оттолкнувшись от автомобиля Кирилла Плехова, посадил свою машину на снежный курт. Айгиздин Мухаметов сумел опередить Владимира Николаева и стал в итоге четвертым. Ну а триумфатором заезда стал Олег Жавронков, которому достался приз в честь известного пилота и организатора автоспорта Андрея Николаевича Сахарова. Михаил Загуменов после инцидента не смог принять старт в очередном пятом заезде. Вместо него на трассу выехал первый запасной Евгений Ручкан под 17-м номером. Быстрее других после старта скорость набрали Тимур Тимирзянов и Михаил Донченко. Олег Жавронков, не откладывая дело в долгий ящик, решил повторить подвиг, совершенный в четвертом заезде и решительно отодвинул в сторону обе лидирующие машины. Правда, при этом получил предупреждение за грубую езду от спортивных комиссаров. В последующем Альберт Миронов и Михаил Донченко отчаянно спорили за третью позицию. Евгений Ручкан ехал пятым. В результате Олег Жавронков выиграл уже свой третий заезд, посвященный, кстати, спортивной команде «Виатти», за которую и выступает этот пилот. Тимур Тимирзянов финишировал вторым, пока у него 12 очков из 15 возможных. Но уже в следующем шестом заезде пилоту спортивного клуба «Намус» вновь надлежит выехать на дистанцию. Причем противостоять ему будут принципиальные соперники Рафаэль Патахов и Тимур Шигабуддинов. Понятно, что к Тимирзянову приковано особое внимание на любых соревнованиях. Как-никак это самый титулованный участник, неоднократный чемпион Европы по ралли-кроссу. Но у зимнего трека свои законы. Павориты других видов автоспорта далеко не всегда преуспевают на скользком льду. Но в шестом заезде Тимур Тимирзянов преуспел. На протяжении обоих кругов первый стартовый номер только увеличивал отрыв от всех остальных. Во втором вираже шедший вторым Тимур Шигабуддинов чуть приоткрыл калитку и этим незамедлительно воспользовался Рафаэль Патахов. Айгиздин Мухаметов и Владимир Николаев спокойно держались на четвертом-пятом местах и претензий на улучшение позиций не заявляли. В итоге судья старта и финиша зафиксировал Тимур Тимирзянов первый, Рафаэль Патахов второй, Тимур Шигабуддинов третий. В начале седьмого заезда произошло, пожалуй, самое резонансное событие гонки. Уже на входе в стартовый вираж завязалась борьба, в результате которой мощно переворачивается машина Натальи Гольцовой. Давайте рассмотрим подробнее, что же произошло на трассе. Итак, Тимур Шигабуддинов уезжает вперед. Три участника едут бок о бок. Владимир Николаев начинает разворачивать автомобиль Евгения Ручкана, который едет прямолинейно. Затем самарский пилот уходит правее, а машина Евгения Ручкана, потеряв устойчивость, получает удар в левое колесо от Натальи Гольцовой. Ижевская гонщица могла сбросить газ, но не сделала этого. В результате ее автомобиль отскакивает влево, цепляет бурт и буквально падает на крышу. Понятно, что каркас безопасности в кабине защищает пилота, но в данном случае мы видим, скорая помощь выезжает на трассу и увозит Наталью Гольцову на обследование. Понятно, что гонка была остановлена и объявлен перезаезд, в котором могут стартовать лишь пять машин. Вы знаете, до начала стартов многие предрекали, мылгонка на такой поврежденной трассе будет трамвайной. Кто выиграл старт, тот и приедет первым. Нет, этот тезис оказался ложным. Азарт спортивной борьбы отменить невозможно. Только в этом заезде лидер менялся дважды. Вначале Альберт Миронов опередил Тимура Шигабуддинова, а затем уже пилот Таиф Моторспорт изящно переиграл ижевского гонщика и в результате выиграл свой первый заезд на третьем этапе Кубка Татарстана. Конечно, всех интересовал вопрос, как состояние здоровья Натальи Гольцовой. Были опасения, что у нее повреждение позвоночника. Но, слава богу, кажется, обошлось без серьезных последствий. Проведено обследование в БСМП, сделано МРТ, снимки шеи и головы, травмы не выявлены, незначительный ушиб шейного отдела. Ну, как-то так получилось, там в Шугане ничего не видно было, и вот, помогли. Далее в нашем выпуске. Кто бросит вызов самому чемпиону Европы? Что делать, если непримиримый соперник одновременно товарищ по команде? И никто не уйдет от подарков. Салават в честь 20-летия гонки вручил рекордное количество призов. Не переключайтесь. Главный спонсор команды Открытое акционерное общество ТАИФНК Производитель высококачественных моторных топлив В восьмом заезде Тимура Тимирзянова оттеснили, и он на выходе из первого виража оказался предпоследним. А лидерство тем временем захватил молодой 18-летний ижевский гонщик Кирилл Плехов первый сезон, выступающий на зимнем треке. Подумать только, на соревнованиях есть участник моложе самого Кубка Салавата. Другой молодой, но уже татарстанский пилот Айдар Нуриев бросился за лидером в погоню. Понятно, что Тимирзянов не согласен со сложившимся положением вещей. Вот он обошел Раиса Миниханова и стал четвертым. Евгений Ручкан стартовал из заезда в заезд. Не было времени у механиков до конца привести машину в порядок. Серьезные повреждения были получены в предыдущем заезде. Сдвинулся в сторону радиатор, остановился вентилятор, ушла геометрия передней подвески. Но когда развал колес серьезно нарушен, сложно рассчитывать на какие-то достижения. И все-таки Кириллу Плехову не хватило опыта. Допустил он ошибку в последнем вираже, и Айдар Нуриев проскочил на финишную прямую первым. Тимур Тимирзянов тем временем опередил Рафаэля Фатахова, и в конечном итоге первая тройка в этом заезде приобрела следующий вид. Айдар Нуриев первый, у него 14 очков из 15, Кирилл Плехов второй, Тимур Тимирзянов третий. Сценарий очередного девятого заезда был чем-то похож на сценарий заезда предыдущего. Снова Кирилл Плехов в надежде ижевского автоспорта вырвался первым из коллизий стартового виража. Большую часть дистанции был не досягает для остальных и снова не справился с бременем лидерства. Тимур Шагабуддинов держал паузу мастера, но на втором круге дождался, когда ижевчанин допустил неточность. Пилот Таиф Моторспорт провел молниеносную атаку и возглавил заезд. То же самое вознамерился сделать и Рафаэль Фатахов. Он фактически опередил Плехова, но Кирилл в последнем вираже нанес ответный удар в прямом смысле этого слова, за что получил замечание от спортивных комиссаров. Но Рафаэль Фатахов улетел на обочину дорожки и в результате оказался последним. Вот такая ирония спортивной борьбы. Под клетчатый финишный флаг первым въехал Тимур Шагабуддинов. Кирилл Плехов с завидной стабильностью в четвертый раз второй. Михаил Донченко третий. В десятом заезде все решил старт. Тимур Шагабуддинов набрал скорость быстрее всех, оторвался от пелетона и на протяжении обоих кругов ехал спокойно и уверенно во главе гонки. А вот оба пилота спортивного клуба Виатти, Олег Жавронков и Айдар Нуриев, на двоих потерявшие к этому моменту всего одно очко, наоборот, на старте не преуспели и вынуждены были бороться с Раисом Минихановым лишь за четвертую позицию. В последующем Жавронков и Нуриев, выступающие на единообразно раскрашенных машинах, несколько поправили положение за счет Александра Марушка, но большего добиться уже было нереально. Вторым финишировал Александр Шувалов, а вот Тимур Шагабуддинов выиграл уже свой третий заезд подряд и с 23 очками завершил свои выступления здесь, на Кубке Салавата. Если бы не неудача, во втором заезде пилот Таиф Моторспорт гарантированно попадал бы в призы. Ну, в первых двух заездах, даже можно сказать, к сожалению, не получался старт нормальный, а учитывая погодные условия, состояние трека, гонка была по большому счету гонкой стартов, потому что догонять, тем более обгонять, было очень сложно. Это не получились первые старты, поэтому не получилось забрать достаточное количество очков именно за первые нескольких заездов. В 11-м заезде опять лучше других получился старт у Кирилла Плехова. Ижевский гонщик продемонстрировал свою прыть уже в самом начале дистанции. Айдар Нуреев мирился с ролью догоняющего вплоть до второго виража, а затем, использовав промах соперника, аккуратно по внутренней части дорожки обошел лидера. Одновременно с этим Айгиз Дин Мухаметов вырвался на третью позицию, опередив пилота из Йошкаралы Александра Марушка. Чуть позже Марушка пропустил вперед еще и Альберта Миронова. А в последнем вираже Айгиз Дин Мухаметов буквально протиснулся между автомобилем Плехова и внутренним бруствером и финишировал таким образом вторым. Ну а победителем этого заезда предприятия Нижнекамск «Нефтихин» стал Айдар Муриев, набравший таким образом 21 очко из 25 возможных. В 12-м заезде в последний, шестой раз выезжает на трассу Тимур Тимирзянов. Хочется, конечно, пилоту завершить выступление на мажорной ноте и положить в копилку пять зачетных очков. И надо сразу сказать, что на лидерство заслуженного мастера спорта в этом заезде никто и не посягал. Айгиз Дин Мухаммедов был удовлетворен своей второй позицией. За позицию третью спорили Руслан Нафиков и Александр Шувалов. Но ижевский спортсмен на втором круге сошел с дистанции. Не добрался до финиша и Альберт Миронов, у которого из-под капота повалил густой дым. На трассу даже выехала пожарная машина. Ну а Тимур Тимирзянов, триумфально выиграв заезд в честь Министерства по делам молодежи и спорту, набирает 25 очков. Какое место в итоге удастся занять с таким багажом, покажут оставшиеся четыре заезда. В тринадцатом заезде на трассе впервые появился второй запасной мастер спорта Михаил Малеев из Самары. Первый запасной Евгений Ручкан тоже принимает участие в заезде. У него это уже пятый выезд на дистанцию. На втором этапе Кубка Татарстана Ручкан, как и в этот раз, был запасным, но выступал тогда на другой машине. Рафаэль Фатахов и Руслан Нафиков уверенно оккупировали первые две позиции, а вот за третью вспыхнуло сражение между Михаилом Малеевым и Александром Шуваловым. Закончилось дело тем, что ижевский пилот откровенно развернул машину своего оппонента, за что был справедливо перемещен спортивными комиссарами на последнее место в заезде. В соответствии с внесенными в протокол изменениями Рафаэль Фатахов первый, Руслан Нафиков второй, Марушка третий, Евгений Ручкан четвертый, Михаил Малеев пятый. В четырнадцатом заезде в лидеры уверенно вышел Рафаэль Фатахов. Олег Жавронков, который ведет борьбу за победу в гонке в целом, притаился на второй позиции. В споре за третью мастер спорта из Твери Михаил Донченко обошел Раиса Миниханова. Удивил по-настоящему боевой настрой Айгиза Динмухаметова, который за полкруга дистанции с последней шестой позиции пробился на третью, опередив последовательно и Ручкана, и Раиса Миниханова, и Михаила Донченко. Вот это целеустремленность. Рафаэль Фатахов выигрывает второй заезд подряд, но включиться в борьбу за призы уже не получится. Слишком много очков потеряно в восьмом и девятом заездах. Олег Жавронков, приехав к финишу вторым, теряет важное очко на пути к победе в Кубке Салавата. Нельзя не отметить и Айгиза Динмухаметова, который завершает гонку с 18 очками. В пятнадцатом заезде претенденты на призовые места не выступали. Зато в отсутствии признанных лидеров все стартовавшие отчаянно стремились проявить себя. Много было упорной борьбы, в том числе и контакта, и много было перемещений, смены позиций, неожиданных и непредсказуемых коллизий. В результате предпоследний заезд, который проводился в честь мэра набережных Челнов, расставил участников в такой последовательности Михаил Донченко первый, Александр Марушка второй, Раис с мини-ханом третий. В последнем заезде, как в американском фильме в жанре экшен, должна была произойти решающая схватка главных героев. Расклад такой, у Олега Жавронкова 22 очка, у Идара Нуреева 21. Именно этим двум пилотам и предстоит разыграть, кому достанется главный приз. У остальных претендентов, Тимирдянова и Шагабуддинова, хоть и больше наборных очков, но эти двое уже откатали свои заезды и выступают лишь в роли заинтересованных зрителей. Итак, 16-й заезд, поехали. В первом же вираже после контакта с машиной земляка Владимира Николаева вылетел на фурт Михаил Малеев и сошел таким образом с дистанции. Лидерство, как и предполагалось, захватили Айдар Нуреев и Олег Жавронков, а вот Рафаэлю Фатахову пришлось на первом круге пробиваться с боями на третью позицию. Ну что же, пилотов спортивного клуба Виатти похоже устраивает такая диспозиция. Тут уже, видимо, играют роль тактические изображения. Нуриев первый, Жавронков второй. Оба понимают, что ошибок совершать ни в коем случае нельзя. Ошибка может стоить дорого. А при сложившейся последовательности пилоты набирают равное количество очков. Итак, последний заезд в честь президента Татарстана Рустама Миниханова выигрывает Айдар Нуреев. А это значит, что зрителям предстоит увидеть своеобразный суперфинал перезаезд за первое место. Но не сразу. На кубке Салавата предусмотрен отдельный утешительный заезд для запасных. Чтобы те, кто приехал на соревнования, потратил силы, время и средства, но не попал в таблицу 16, не отправлялись домой не солоно хлебавши, а имели возможность все же посостязаться, почувствовать вкус спортивной борьбы. Ну а теперь самое интересное заезд за первое место, которое оспаривают два одноклубника Айдар Нуреев и Олег Жавронков. Мы знаем, что вот такие перезаезды с участием двух машин на дорожке, как правило, не отличаются особой зрелищностью. Но это явно не тот случай. Олег Жавронков ценой невероятных усилий вышел вперед. А Айдар Нуреев все время не давал ему покоя. Буквально висел на хвосте, выискивая малейшую возможность для проведения результативной атаки. Как в фильме «Берегись автомобиля» «Ты убегаешь, я догоняю». Яростная погоня продолжалась до самого финишного флага. И все же победителем заезда, а значит и гонки в целом стал Олег Жавронков, грамотно парировавший все нападки своего одноклубника. Сегодня гонка была на нашей стороне. Мы первые три заезда отъездили первыми. Потом у нас опять начались проблемы. Подвела коробка передач, сломалась, но мы вовремя успели ее поменять. И вот финишировали еще три заезда. И по очкам выиграли. Третьим призером соревнований стал Тимур Тимирзянов. А вот Тимур Шигабудденов, выигравший, как и Жавронков, три заезда на серос остановился буквально в двух шагах от призового подиума. К сожалению, не все удалось реализовать, естественно. Осталась удовлетворенность, хотя и по итоговым результатам и чемпионата Татарстана, и по купку Татарстана бронзовой медали, естественно, хотелось бы лучше. Нацеливались на первые места, но вот не совсем получилось. Мы будем готовиться к следующему сезону, обязательно звоним в чемпионат Татарстана и кубок Татарстана. Ну что же, кубок Салавата получился настоящим восклицательным знаком в завершении зимнего трекового сезона в Татарстане. Все-таки в литовых гонках есть какое-то неповторимое очарование, которого нам будет не хватать весной, летом и осенью. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи на трассах. Субтитры создавал DimaTorzok